О, снова вы! Всем привет, с вами Денис Успешный, лучший в мире синхронный переводчик, тренер английского языка номер один, вы также актер дубляжа и переводчик фильмов. Итак, смотрите, сегодня у нас самых страшных разоблачений пост. Первое, разоблачаем Гоблина. Все такие, о, Гоблин, он классный синхронист. Первое, Гоблин не синхронист, раз, никогда и не был. Гоблин очень посредственный переводчик. Два, как вы думаете, Гоблин делал все фильмы? Он просто выписывал подсрочный, после чего делал художественный перевод. Именно как переводчик он очень слабый. Это очень хорошо проявляется, если посмотреть, и когда ты переводчик сам, когда ты знаешь английский, когда ты слушаешь, и там слышно оригинал, и его голос сразу видно, когда идут какие-то сложные конструкции, он их не вытягивает. Например, есть такой фильм «Кровавый четверг», который он тоже перевел и озвучил. Там в конце уже, когда Кейси предлагает жене самолета ее встречать, типа, да, последний шанс, типа, решай, либо ты со мной в Париж, либо, блин, я сваливаю один. Вот, она ему говорит «I won't lose you, Кейси». А Гоблин переводит «Я тебя не потеряю, Кейси». Что за хрень? Неправильно. То есть, человек вообще не вытянул. Он даже не понял смысла. Смысла «I won't lose you». «Я не хочу тебя потерять, Кейси». Можно догадаться даже по смыслу. Понимаете? Ну, как бы, с одной стороны, мелочи жизни, да, но с другой стороны, разрушается логика фильма. У него, во всех его фильмах, столько, очень много таких косяков. И это вообще, как бы, почему я все время топлю за оригинал, за английский язык, за то, как важно смотреть в оригинале. Ну, какие-то фильмы действительно круче смотреть в переводе и озвучке, потому что просто, может быть, оригинал не очень хорошо был, звук снят. Как, например, в фильме Тарантино «Омерзительная восьмерка», где оригинал смотреть просто скучно. Ну, потому что как-то они так сняли микрофоны, что звук сливается, и он как-то, ну, не очень, ну, не комфортно слушать почему-то. Я не знаю, как это объяснить. Я не смотрел, конечно, как этот фильм снимали, но вот в озвучке они все поправили. И звучит гораздо интереснее, гораздо лучше. Вот, но если вы прикованы к русскому языку, вы постоянно находитесь вот в этом иллюзорном мире. Я вам дам пример. Вот прекраснейший пример. Недавно на днях посмотрел фильм «Побег из Шаушенко». Да, вы все знаете, да, фильм «Побег из Шаушенко». О, да. Но только дело в том, что этот фильм не называется «Побег из Шаушенко» на английском языке. Да, если вы посмотрите, погуглите. «Шаушенк Редемпшен». Оригинал называется. Шаушенк Редемпшен. Что такое Редемпшен? Это искупление. То есть правильный перевод фильма будет «Искупление Шаушенком». Но у нас, естественно, сделали кривой перевод. «Побег из Шаушенко». Абсолютно неправильно. Потому что даже по смыслу фильма-то он провел там 20 лет. Перед тем, как он смог оттуда свалить. То есть, по сути, произошло некое кармическое искупление за ту ситуацию, в которую он попал и которую он сотворил. Вот, 20 лет назад. Дальше еще один прекрасный пример того, как неправильно абсолютно сделали культовый фильм «Матрица». Если вы помните, то третья часть фильма, как у нас называется, «Матрица революции». Правильно? Все же знаете, да? «Матрица революция». Но только в оригинале он называется не так. Вы говорите, что «Нет, Денис, он называется так». Мы смотрели, даже написано «The Matrix Revolutions». «Матрица революция». «О, нет, брат, потому что revolution – это революция, а revolutions – это не революция. Что такое revolutions? Вот когда… Помните, в конце, когда они сражались с машинами? Они в таких роботах были. И у них в руках были такие пулеметы, которые быстро вращались. Вот когда вращается вот этот барабан, вот это и есть revolutions. Понятно? Но это точно не революция. То есть совершенно неправильный перевод. Не, можно, конечно, притянуть за яйца и сказать, «Да, матрица революция!» Но по факту это никакая нахрен не революция. Ну так. Сейчас перейдем в дорогу. Вот это я как бы о том, что очень важно иметь вот эту перспективу, для того, чтобы не вариться в искаженном мире русского языка. Вот так. И таких примеров, на самом деле, очень много. Поэтому очень полезно всегда иметь доступ к источнику. А у вас не будет доступа к источнику. Я уж и даже не говорю про фильм «Пацаны», например, «The Boys», который на самом деле я бы не стал переводить как «Пацаны». Это, конечно, слишком по-шляцки перевод. Он точно не «Пацаны». Вот. Потому что «The Boys» там другое. Даже по смыслу, если посмотреть фильм, как-то «Пацаны» не идет. Не идет. Вот. Вот так. Я уже не говорю про все акценты, которые есть в этом фильме. Уэлем Бучер со своим новозеландским акцентом. Френчей со своим французским акцентом и прочее. Естественно, в переводе этого вы ничего не слышите. Вот так. Я даже не буду говорить про, допустим, всю Патериану, где там, возьмите пятую часть, например, «Орден Феникса», где абсолютно похабный перевод. Вначале, помните, первая сцена, где он на качелях сидит, да? И там эти... Старший-то сводный его брат. И они там это повздорили с ним. Но тоже абсолютно неверный перевод был. Вернее, он как бы, если подстрочник смотреть, то верный. Но по факту абсолютно неправильные эмоции, неправильная подача, неправильные вообще... То есть вот просто слог неправильный. Так, мы снова в парке заряде, кстати говоря. Я забыл, о чем я хотел говорить. О чем я хотел говорить? Да ни о чем не хотел говорить. Все, идите ко мне все, я вас научу. Сделаю вам английский, блин. Непонятно, где вы прячетесь. Да, потому что давно уже бы ко мне пришли. Давно бы уже поставил вам язык. А вы все, что-то переживаете, что-то жметесь куда-то все. Все, что-то... Ой, дорого-недорого. На всю жизнь, блин, ставлю. На всю жизнь, нахрен, блин. На всякое говно, на всякие жопа, попа, рот, шпагат у вас есть деньги, блин, а? На Денису нету, да? Все мне говорят про какие-то бюджеты все. Бюджет означает, что ты укупил у всех, кроме меня. Потому что не говорите мне про бюджет, пожалуйста. Ничего не хочу слышать. Вот, приходите ко мне. Вот. И это будет одна из самых лучших инвестиций в вашей жизни. Все. Я сегодня трансцендентальный. Все. Я пошел смотреть, что там сегодня напридумывали. на 9 мая мимо иду по парку Зарядье. Посмотрим, что там такого интересненького есть. Все. Всем пока.